Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня у нас состоится четвёртая лекция из цикла лекции «Путешествие на Дальний Восток. Культура, события, люди». Лектор, культуролог, историк и литератор Андрей Юрьевич Козов. Добрый день, друзья! Добрый вечер! Я в четвёртый раз настаиваю, я понимаю, что форма заявлена, я в четвёртый раз настаиваю, что это не лекция, а беседа. И я стараюсь рассказать только о том, что я непосредственно видел, что я непосредственно чувствовал, что я непосредственно фотографировал. И в дополнение к моим словам, да, существует некий ещё фото-рассказ. Помощь мне, как всегда, будут дневники мои, которые я веду во время путешествий, как прозаические, так и поэтические дневники. Но начну я вот с чего. С детства у каждого из нас бывают мечты. Часть из них оказывается реализованной, а часть так и остаётся где-то там в тайниках души. Ну и вот когда-то мечталось, когда-то мечталось, а мечталось как о чём-то несбыточном, потому что мечталось об этом ещё в школьные годы, в советское время, да. Мечталось о том, что вот хочется очень в Париж, хочется очень во Флоренцию, хочется очень в Венецию, хочется очень в Лондон, везде хочется. Ну вот, в Париже я побывал, после Венции побывал, в Венеции был дважды. В Лондоне пока ещё нет, но, так сказать, двигаемся в этом направлении. Но где я никогда не мечтал, вот просто не было этого в голове, не было в сознании, не было в мечтах, и никогда не мечтал побывать в Японии. Почему? Ну вот, поскольку, опять же, Япония существовала для меня очень долгое время на периферии, и причины разные. Но одна из причин заложена в песнь, которую я очень в детстве не любил петь. И там есть такие строки. Сейчас, как же, что начинается, вспомню. Вот уже, как бы, не все строки вспоминаются. Надо же, давно, давно я не певал этой песни. Ну так скажите мне тогда, сейчас я скажу, о каких строках. Вот я первую строчку забыл, потом залегли туманы широки, и в эту ночь решили самураи перейти к границу реки. Это первая строчка забыл. А? Нет, нет, нет. Нет, нет, вот первая строчка этой строфы вот как-то вылетела у меня. Ну, короче говоря, да. Вот самое главное, в эту ночь решили самураи перейти к границу реки. Ну, такие негодяи, фашисты, только до невосточных. Все. И как отрезало, естественно, да? Нет, Япония. Ну, кроме вот, да, мы воевали, там, да, мы победили, все. Фашистов раздомили. Японских милитаристов. Ну, потом как-то все равно информация стала, да, накапливаться, но тоже так спорадически никак как бы вот не оседала, скажем, да, на душе. Но какая-то, да, накапливалась. Вдруг, вдруг, по советскому телевидению, боже мой, я до сих пор не понимаю, как, какими путями, да, но вдруг по советскому телевидению показывает сериал «Сёгун». И, конечно, это было, в общем, вау, это вся страна вот так, не отрываясь, смотрела вот этот сериал японского, да, ну, японско-организского там, совместного производства, на самом деле. Вот. Но мы не особо не дружились, это не сам, не с Японией. Я не знаю, как он вообще оказался на советском телевидении. Вот. Но факт то, что это было точно открытие, безусловно, открытие. А вот не так давно захотелось мне пересмотреть, думаю, да, ностальгически, конечно, сейчас это неинтересно. Нет, вы знаете, так добротно скроен сериал, что я и сейчас посмотрел его с большим удовольствием. Ну, был еще потом, еще такой советский фильм, «Приказ перейти границу» он назывался. Вот. И это уже обратная ситуация, когда советские войска вступают в Китай, да, и начинают там воевать с японскими милитаристами. И там, как всегда, эпизод, и как всегда, замечательно отыграл Тагмат Нигматуллин, «Царство умное небесное», да, он играл как раз самурай-смертника в этом фильме, замечательно. Но, я сейчас о другом, как раз, не о самурай-смертнике, это все понятно, проклятые японские милитаристы, нет. Но вот, были иногда, в хорошем, кстати, так сказать, в хорошем советском кино, были такие, допускались неоднозначные персонажи, вот, неоднозначные персонажи. И в этом фильме был бы неоднозначный персонаж, образованный человек, вот, которого призвали в советскую армию. И он, ну, значит, там, простому однополчанию, простому солдату как-то говорит, что, вот ты знаешь, мы же там с японцами скоро будем биться, а ты когда-нибудь слышал о японских танках? А тут ему говорят, да я о немецких танках слышал, я их бил. А тут ему говорят, да нет, танки-то стихи такие. Вот так я, советский школьник, я был точно так, что этот советский простой солдат. Я считал, что танки-то, который-то фоноусинец. Так впервые я услышал о том, что танки-то какие-то стихи. Ну, об этом я тут услышал, а что это такое, я тоже не представлял еще долгие годы. Перестройка. перестройка немножко добавила тут разнообразие, да, в том числе Курасава пришел ко мне с перестройкой, именно, и я помню, да, когда мы сбегались с лекцией с ребятами из университета, накашниками, на фильм «Семь самураев» кинотеатр. Но все равно, да, даже накапливаясь эта информация, но я уже понимал, что Япония, да, это не только милитаристы, это страна с древней, очень глубокой культурой, там есть и танки, и хоп, куда я это уже сдал в университете, ну и так далее. Но она чужой была для меня совершенно, да, и вот не мечтал я в ней никогда побывать. И вдруг так вот судьба, жизнь моя, улыбнулась, посмеялась, ну по-доброму, конечно, далась и посмеялась, вот, что в результате у меня оказался счастливый второй брак. Вот, у меня замечательная жена, которая оказалась японистом искусствоведом. И вот здесь уже Япония вошла прочно в мой дом, в мое сознание, в мое сердце и душу, и причем вошла в том числе даже и буквально к тому, что к нам пришла жить, в наш дом, в нашу квартиру, пришла жить аспирантка моей жены, японка, вот, которая здесь училась, и здесь писала, сначала училась здесь, а потом писала и диссертацию по японскому периоду Давида Бурнюка, нашего знаменитого художника, который побывал в Японии, и вот об этом периоде написала диссертацию. И наша японская дочь Чиека, вот она жила три года в нашей семье, то есть Япония ходила рядом со мной буквально, каждый день, и открывала в том числе какие-то бытовые стороны, и уже тогда это цеплялось, знаете, такая, архаика вроде, но которая вот постоянно живая архаика, да, ну, например, в тех же воспоминаниях Давида Бурнюка есть такой фрагмент, когда он приехал в Японию, и там в японской гостинице европейцев фактически кроме них вот приехавших и нет, то есть японцы тоже в этой гостинице, там командировочные и прочие, и вот Давид какие-то такие фрагменты бытовые отличают, которые удивительные, но они вот с утра все, значит, ходят по гостинице, в гостиничных этих кимоно, вот, Юката называется, именно гостиничные, я потом покажу вам, есть такое дело у меня уже, вот, и все ходят по утрам с заткнутой за щеку зубной щеткой, сейчас кто-то вообще-то не по-паду, ходят там, разговаривают, здоровают, и так далее, вот, ну вот такая вот у них местная привычка, традиция, довольно поздно, понятно, после периода изоляции Япония начала с европейской культурой знакомиться, пришла и, собственно, зубная щетка из Европы пришла в Японию, она как зубная щетка, вот, и бог ее знает, почему так случилось, но вот такая у них, такое отношение у них в результате к этой зубной щетке чистки зубов, вот, что у них этот процесс как бы растянут на целый урхо, они, значит, заткнули эту щетку, ходят с ней, так, почистили, на другую щетку сунули, опять ходят там, да, там, там, так далее, и вот я читал об этом до 20-е годы Давид Бурлюк в Японии, и тут человек с утра, с утра смотрим, щетка, это щетка, будет по квартире, ну, и многие такие вещи, как бы, о чем читал, о чем супруга мне рассказывала, да, какие-то, пожалуйста, мелочи, ну, важные мелочи, если знать, какие-то важные мелочи, когда знаешь, начинаешь присматривать, уже к этим мелочам, поэтому, вот я, когда приехал в Японию, то сразу стал смотреть на женские ноги, и не подамочил, вы думаете, а совсем другое, потому что я знаю от супруги, да, вот, о том, что многие японки, я специально выхожу, да, чтобы показать немножко, если вы видите, значит, многие японки, которые носят с детства кимоно, как бы, да, не каждый день носят, но достаточно часто носят, да, вот, то, одно, один из принципов кимоно, вот, оно всегда до пола, фактически, да, вот, и оно вырабатывает особый шаг, чтобы не наступить на эти края кимоно, да, ножки должны быть вот так, косолапо на самом деле, как мы бы сказали, совсем не эстетично, совсем не красиво, с нашей точки зрения, да, но очень удобно, потому что так ходишь, и как раз вот так вот отодвигаешь, полы кимоно, ну и походка такая медленная, вот, и смотрю я, и смотрю я, современная японская девочка, джинсика, а ножки хоп, и вот так она и ходит в джинсиках, да, привычка, но это значит, что она достаточно часто ходит не в джинсах, а достаточно часто она ходит в кимоно, и вроде немало таких девочек и девушек, которые ходят вот так вот косолапо, это значит, что, да, ну и вы тоже, да, увидите, в том числе, на фотографиях, что кимоно, вот тоже, это глубокая архаика на самом деле, да, с одной стороны, да, у нас тоже, по некоторым национальным праздникам, появляются на улицах люди в вышиванках, да, а если вне праздника вдруг появятся люди в вышиванках, мы сразу обратим на это внимание, если вне праздник, и вдруг, да, человек вдруг в вышиванке появляется, так это нам представить, что это не в вышиванке просто, что это в вышиванке, в шароварах, Попахи и с сабли на боку. И вот так вот в метро человек ходит так, да? Он просто живет так. Не из театра сбежал, не из кино, не из киносъемок. Живет он так. Вот точно так же кимоно на самом деле. Но при этом его постоянно можно увидеть на улицах. Постоянно, да? То есть это не праздник, не какое-то там даже мероприятие. Вот человек, внутренне, конечно, мероприятие, которое может быть для этого человека. И скорее всего оно есть для этого человека, потому что кимоно – это действительно торжественная форма одежды. Безусловно, торжественная форма одежды, да? Но это повседневность при этом. Вот оно рядом. Оно рядом. Ну опять же на фото, да, я обращу. Очень внимательно. Поэтому у меня недавно, немножко огорошили с этим вопросом, тоже зашло в библиотеку, там знакомство у меня, я немножко патронирую библиотеку у себя детскую на холодной горе, там, да, книжки им дарю, там, и так далее. Вот, и они меня вдруг так спрашивают. А вот вы, не знаю, в Японии побывали, а что вас удивило в Японии? Вот самое такое, что вас поразило? И меня этот вопрос поставил в тупик. «Всё!» Вот ответ такой «Всё!» Потому что это всё равно, как ты высадился на Марс. Что там может поразить? «Всё» там поражает. И это нельзя что-то выделить даже, да? Что именно больше всего поразило. Вот эта, да, ситуация с тем, что высадился на Марс, тоже отражена в моём дневнике, поэтому она там появится. Это марсианский этот образ. Вот и так мы с вами отправляемся в Японию. Отправляемся сейчас прямо в Японию. Но напоминаю ещё, ещё напоминаю, что так всегда, поскольку это беседа, то у нас будет немножко диалог. Вот, в конце и вопросы, опять же, будут от вас ко мне, если что-то я смогу отверить. Вот, но и буду я кое-что показывать, иногда задавать вам вопросы. Если вы будете, да, правильно отвечать, то я вам от себя презент буду вам выделять. Вот, в данном случае, сегодняшний наш вечер, вот действительно такой, получается, раритетный презент. Потому что задумывался несколько лет назад в Харькове молодёжный журнал. Именно молодёжный журнал, да, харьковский. Но, увы, к сожалению, так выше, вот один единственный номер этого журнала, который я держу в руках. Но почему он сегодня появлялся, почему он в качестве презента я с удовольствием оставлю вам. Вот, потому что здесь есть моя статья о самурае, как раз, да, в этом случае. Такой вам будет раритетный презент сегодня. Ну и полетели. Токио. Когда меня предупреждали, что будет очень жарко, я храбрец. Думал, жар Донецких степей и Крымское беспощадное лето в режиме археологических раскопок – достаточная подготовка. Но это жарко оказалось совсем другим. Как будто тебя полностью завернули во влажное горячее полотенце, обычно подаваемое в японских ресторанах перед едой. Хочется немедленно отрастить дополнительно жабры, как у их тябра. И в ужасе смотришь на дорожных ремонтников в форменной одежде. Сострадаешь японцам в пиджаках и удивляешься местным старушкам в кофточках. Впрочем, когда температурный шок проходит, приходит понимание, что, собственно, полдневный жар здесь приносится легче, чем в степном климате. Только вот ночь и раннее утро не приносят облегчения. Все та же развоплощенная сауна. И поначалу для гайдзина – иностранца. Это не просто психологически. Вернемся к Токио. Общеизвестна конфуцианская трудовая этика японцев и Токио – город трудяк. Здесь задан высокий темп движения, и одна сторона эскалатора должна быть всегда свободна для тех, кому надо бежать быстрее движущейся вверх. Причем, да, не только на спуск, но и на подъем, да, всегда одна сторона эскалатора, да, вот она свободна. Какой бы высоты и длины этот эскалатор не был. И вот, поверьте, в любой день, даже казалось бы, уже поздним вечером, ну, когда работа, в принципе, завершена и так далее, куда, казалось бы, уже бежать. Нет мимо тебя, стоящего вдоль строго, да, по линейке с одной стороны, вот, чтобы был проход. А мимо тебя, вверх по эскалатору, бегут и бегут японцы. Зато вечерней порой, часов девять вечера, уставшие от трудовой вахты японские мужички-воротнички корпоративно отмечают финал нелегкого дня. И упал пьяно, кланяясь друг к другу, об этикете забывать не следует, непроизвольно создают заторы для тех, кто по-прежнему, несмотря на поздний вечер, так и не могут остановиться в своем беге. Поэтому так ценны и выделены места, где спешить не надо. Например, храма Сакуса, один из немногих сохранившихся и постоянно восстанавливающийся фрагмент старого Эдо. Ну, да, старое название Токио, Эдо. Христа, прогоняющего торговцев от храма, здесь реально не поняли. Дорога к буддийскому святилищу ведет не через скольпий раскаяния, а через ярмарочную улицу, заставленную павильонами с традиционной сувенирной продукцией. Посечение храма праздник, так зачем его портить, наоборот, создаётся соответствующее настроение. Прервусь пока в дневниковых воспоминаниях. Давайте немножко в эту самую токийскую атмосферу перенесёмся. Здесь, по-моему, где-то можно было, да, вот этот цвет? А, да, можно, да? Спасибо. Ну, вот, обычная такая уличная сценка, лавочка мелкая, обувная. Ну, и мы видим, что японский вот продавец, он всегда, да, чем-то занят. Не знаю конкретно чем, но, возможно, вот он что-то заворачивает, потому что японская упаковка – это тоже дань, в общем-то, традиции. И это не просто заворачивание, да, это вот некое тоже приобщение тебя к этому вот подарку, который ты понесёшь. Неважно, там, из магазина, там, откуда-то, да, то есть как, с какой любовью, с каким сердцем, говорят японцы, да, упакована эта вещь, такую-то вещь в этой упаковке, как бы, да, домой понесёшь. Поэтому подболка в Японии – это важно. Ну, или дальше, дальше бежим. Бежим и видим то, что на самом деле у нас, например, исчезло – это уличная торговля прессы. Причём даже не киоск вы видите перед собой, да, да, вот японский старичок, японский дедушка, вот он вынес такую переносную витринку, сам её установил, сам поставил там эти газеты, журналы, вот она эта, да, витринка переносная, вот она перед нами, вот, и сидит, ждёт, да, не путает ли у него кто-нибудь утреннюю газетку, ну, и сам сразу заодно знакомится с утренними новостями. И вот то, о чём я только что вам прочитал, как бы, да, в своём дневнике, вот это уже дорога к храму, дорога к Асакусу. Асакуса, сплошь, как вы видите, слева и справа, вот она буквально усеяна этими, не прекращаемся рядами этих киосков, за всякой сувенирной мелочью. Но что любопытно на самом деле, в Японии по-прежнему очень мало приезжих туристов, любых приезжих, неважно, европейцев там или ещё откуда-то. Ну, кстати говоря, очень прочно сейчас осваивают китайцы, именно китайцы осваивают туризм в Японии. Вот сейчас их больше всего на самом деле в Японию, большими группами, как правило, они приезжают, да, вот китайцы уже видно среди туристов. А европейцев очень мало. В основном это так называемый внутренний туризм, да, то есть эти все вещички, эти сувениры самим японцам давно известны, как бы, да, являются их повседневностью. Ну, есть такая тоже фишка, как, наверное, и у многих. Ну, вот посетил какое-то примечательное место, ну, сувенирчик же надо какой-то, да, на память с собой привезти, чтобы потом смотреть и вспоминать, да, приятные мгновения. Вот, собственно, японцы являются покупателями своих же собственных сувениров. Ну, и здесь уже сразу в этом кадре мелькает, например, на самом деле то, о чем я говорил. Вот толпа, да, тут понятно, лето, жарко, если не просто жарко, да, порвная просто на улице, сауна некая развоплощенная. Поэтому нормально, вот девчонка на первом плане, да, идет в коротких шортах и так далее по летнему. И вдруг раз, и вот они появляются, две японки в кимоно, которые точно так же нормально, как это, идут в этой толпе туристов к храму. Ну, вот, собственно, что в этих лавочках продается по летнему, опять же, времени, более всего, это разнообразные бьера. Да, на любой вкус, на любой размер и на любой материал, но в зависимости от этого и цена тоже любая, да. Вот дешевого, самого простого бумажного бьера до шелкового и ручной росписью, то есть, да, то, что мы называем ручной работой, ну, цены, конечно, да, соответственно, совсем другие. Ну, и вот, наконец, мы прорываемся, что называется, да, сквозь плотный ряд этих маленьких киосков, этих магазинчиков. И перед нами открывается площадь с храмом Осакуса. Вот один из действительно сохраненных, и японцы лелеют, безусловно, эти уголки, сохранившиеся, стояны в Токио. Это вам не Киото называется, да, вот Киото другая ситуация. А в Токио таких старых уголков действительно немного, и лелеют японцы, да, эти уголки. Вход на эту площадочку, которую мы видели, идет через вот такие условные ворота. И вот на этих воротах, на воротах, которые ведут, да, на площадь, выходящую к храму, висит такая большущая человеческий рост плетеная штука. Связана она с паломничеством, то есть с путешествием, ну, когда-то паломничество конкретно к храму, да, имеется в виду. Она сделана сейчас в рост человека, потому что висит он достаточно высоко, как бы, да, вот. Но это, я повторяю, образ. То есть настоящая эта вещь не в человеческий рост, она совсем другого, маленького размера. Ну, давайте попробуем, давайте попробуем. Пожалуйста, у меня к вам просьба высказывать версии, что бы это могло быть такое, что это за вещь, связанная, да, с паломничеством, с путешествием. Обувь, обувь. Да, спасибо вам большое, прошу вас. Спасибо. Да. Совершенно верно. Это такая плетеная паломническая обувь, да, удобная именно для долгого пути, чтобы ноги не натирались. И вот в результате эта паломническая обувь стала символом вообще путешествия к храму. Там, как в Европе, да, в средние века раковина паломничества, да, была символом к святую землю. Так вот у японцев свой такой символ путешествия к местным святыням. Вот такой, да, отбивит. Ну, не мог я удержаться. Это мои любимые японские карпы. Вот. Когда-то пленившие у меня, опять же, в Эрмитаже в свое время на полотне Макисса, но потом увиденные мной вживую, как бы, в Японии. Вот, декоративные рыбы, которые там постоянно встречаются, праздничные, разноцветные. Вот. Но напоминающие, кстати, о том, что, вот, собственно, это уже пошли такие кадры из прихрама Лоса. Обязательная ситуация, да, храм не бывает без фрагмента природы. Это подчеркивает, да, единство космоса, единство духовного. Храм создан руками людей, да, но в нем обращаются к богам. Но японские боги — это природа, по сути дела, если мы идем речь о синтоизме, да. А храмы именно синтоистские. Вот Асапус — это синтоистский храм, именно местный. Поэтому обязательно, вот, кусочек сохраненной природы, обязательно, да, сад, пусть и небольшой. А в саду тоже обязательные вещи. Это вещи, которые должны напоминать о вечности и в то же время быстро проходящем времени, жизни человека. И вот вода — это как раз символ вот этой, да, проходящести, как бы, да. Поэтому небольшие водоемы искусственные, если есть природные, не обязательно с принадлежностью вот подобных садов. Ну, а в водоемах чаще всего вот эти вот карпы цветных плавок. Или вот в этом же саду при храме Асапуса можно увидеть небольшие алтарики, да. А здесь уже изображение сэнинов, то есть святых, как бы, всяких местных. Вот, но тоже любопытная такая штука. Давайте я увеличу, чтобы было понятно, в чем любопытная штука. Сейчас. Сэнин каменный на самом деле, да. Это каменное изображение, резьба по камню. Но, как вы видите, он в одежке, как бы, да. Вот он одет в нечто. Такую накидку красную с иероглифами, да. И шапочку у него на голове. Не все они одеты. Но иногда вот можно увидеть подобное изображение с одеждой. Одеты. Так. Ну, давайте попробуем. Задаю следующий вам вопрос. А как вы думаете, да, вот что это такое, что это за одежда, для чего она? То есть не все сынины, повторюсь, одеты. Но некоторые можно встретить вот одетых сынинов. Просто версии свои высказывайте, либо это же, как бы, и вот такое. Ритуальное что-то. Ритуальное что-то. Так, еще версии. А вот надо, что написано этих одеждок. Подсказка. Ну, тогда что-то совсем подсказка. Магия, попрошение. Ну, прошение, да. Так, ну, вы просто задавали. Тепло, тепло. Давайте жберзим. Подношение сынину. Прошу и вам подношение, да. Вот, вот что это такое. То есть люди, которые хотят действительно у сынина что-то попросить, да, вот они одевают его при этом, да. Некоторое время он находится в этой одежде. Ну, потом, конечно, она так немножко мешает, да, и так далее. Вот служащего просто снимает и убирает. Ну, да, тоже, собственно, то, о чем я говорил еще раз. Вот такой вот просто проход, обычный задник, позади уже храма. Вот, и то же самое мы видим, вот это столкновение. Современные абсолютно, вот там ребята, да, мы видим в тех же шортах, в обычных рубашках и так далее. И тут же идут две японские девушки в кимоно. Это у нас уже другая. Хорошо. Еще немножко к дневнику. Осакуса очень типичен и, значит, решен в эстетике непритазательной простоты. Благородные мысли, благородные поступки, благородные материалы. Бронза, золото, качественное дерево. И, конечно, крохотный сад, где есть все. И горбатый мостик, и падающий шум воды, и мои любимые разноцветные карпы, и спрятанные в зелени небольшие алтарики-светилища. Из экзотики гадательной бумажки с ближайшей судьбой. Благоприятные предсказания уносят с собой, а не очень привязывают к специальным стойкам, напоминающим большие счеты, где вместо костяшек те самые неблагоприятные листочки, которые потом соберет и придаст огню храмовый служитель. И неприятности исчезнут. Вы помните, зачем же портить праздник? А еще Ласакуса могила Хакусая, но об этом я узнаю день спустя. Японские поводы Цикади играют на дримбах с таким затятым завзяттям, что то им металевый присмак ты сам на губах відчуешь. На небе японский прапор, Розпеченный, начи критя, Несе наказ императора Сховатись усьому живому. И зверью ховаются в нетрях, Птахи в кущах и на деревах, Вмикают кондиционеры, Вечувши наказ то японцы. Лише цикади в запаре Вигукуют навіжено На солнце 40 за Цельсием В эфирі робочі погоди. 4 августа Словно наверстывая время, проведенное в изоляции, японцы стали зарядными путешественниками, как вовне, так и внутри. Стоит сойти с обычной тропы японских туристов и встать на японскую тропку, чтобы понять это стремление. На восьмом десятке лет Хакусай покинул Токио и преодолел почти 300 км, чтобы поселиться в Огусе. Сейчас это два часа на Шинкансене, ну скоростник такой. И вы в горно-сельской местности, в гостях у Кацусика. По пути к музею Хакусая и его творчество последних лет жизни, еще можно увидеть последние саманные домики и помидоры на грядках. А взглянув на окружающие горы, японял, почему старик Кацусика преодолел эти 300 км. Его работы последнего периода напомнили мне акварели Татьяны Яблонской, тоже из последнего жизненного цикла, причем главное здесь слово жизненного, яркого, сочного, как будто нет старости и смерти. Прекрасно, когда старики-творцы сохраняют эти ощущения до самого финала, вопреки негнущимся ногам, артритным суставам и разным коликам, ударим живописью по хондрозу. И, конечно, среди экскурсантов мы встретили стариков и школьников, любителей живописи, любителей путешествий. Ну, давайте пока остановлюсь и немножко с вами тоже попутешествуем. Ну вот, еще что касается Марса. Что такое японское метро? Это 3-4 уровня поездов под землей в разных направлениях. Плюс в метро обязательно встроены скоростные электрички Шинкансены, которые возят в другие города. Это часть метрополитена. Ну и, соответственно, ты попадаешь туда в космос. В японское метро, я имею в виду. Сами японцы часто, местные, да, как бы жители, но, ну вот они там ездят, допустим, да, один маршрут, одно из этих веков, из этих четырех лигий, да, под землей. Вот они там есть, работают там на дно, да, и так далее. А куда-то же в сторону, да, перейти на другой уровень, поехать куда-то, они идут по метрос-карту. И вот так входят, они смотрят, что они входят по метрос-карту, да. Все на японском языке. Английских надписей тоже никаких нет. Но при этом много времени и сил, и усилий было потеряно, например, нами в парижском метро, например, да, которое было гораздо проще, безусловно, японского. В испанском метро, оно, конечно, простое, как бы ездить там нормально, вот, но все равно, как бы, вот стоят непонятные аппараты, которые нужно, да, непонятно сколько денег, в зависимости от маршрута, да, вот, сложности. А японское метро, казалось бы, в этой ситуации вообще, что-то непроходимый квест какой-то, да. Но в том-то и дело, что никакой боязни, то есть она сначала, ну, как бы, да, когда ты высаживаешься на этот марс, думаешь, все, ты пропал, как бы, да. Но когда ты чуть-чуть там нахочешь, понимаешь, что нет, нет. Потому что вокруг тебя японцы, ну, так, японцы, да, которые всегда придут тебе на помощь, в любом случае. Все метро наполнено служащими метрополитена. От других людей их отмечает униформа. Ну, вот, как вы видите здесь, да, девушка, которой мы тут по распечатке просто спрашиваем, куда, на какую линию сейчас надо выйти, куда сесть и так далее. Вот. И точно так же японцы подходят к этим служащим метро, они покажут, да, куда там двигаться и так далее. Ну, если подходят вот такие, как мы, гонзины, да, то есть иностранцы, иноземцы, то это значит, что вот она сейчас посмотрит, возьмет нас за руку и поведет. И поведет, и приведет, и поставит на платформу, все. А если она не сможет повести, то, ну, вот, что-то у нее сейчас какие-то дела. Она вот сейчас тут же поймает какой-нибудь проходящий лима японца, который вообще идет на другую, может, вот вообще ветку и так далее. Ну, она там, ну, скажет, ну, смотри, гонзины надо провести, да. И вот этот японец бросит все, свои дела все, свою, как бы, да, вот, и поведет нас, и поставит нас на платформу, и так далее. То есть абсолютная комфортность, абсолютная безопасность путешествия по Японии в этом смысле. Хотя, опять же, английский язык доступен, да, и как-то в общении принят только у молодежи японской, да. Люди уже старше 30 лет, 30 лет, вот они, в принципе, уже мало владеют английским. Униформа всегда и везде, да. И внутри, как бы, для японцев, она сразу тоже говорящая, она подчеркивает тот иной аспект жизни. Вот замечательные такие люди, команда, это команда уборщиков в шинкансенах, на самом деле. Сначала это выявить вообще очень забавно. Вот подходит шинкансен, опять же, как я сказал, вскроенный из метро, да, в линии метрополитена, но это уже междугородний шинкансен. Вот он подходит, а уже у края стоят, стоит группа уборщиков именно этой линии, этого именно шинкансена, в своей форме. То есть рядом на форме, но другая, да, уже не шинкансена, там стоят уборщики в своей форме, другую, и такие, как эти. И вот они все стоят, уборщики, вот так вот, придок, и когда подходит шинкансен, поезд подходит, их поезд подходит, они им дружно кладут, своему подходящему поезду. Поезду, не людям. Еще, конечно, да, мелочь, которая поразила, в эту униформу, вот тут, в, извините, руку на покажем, в разных уборах, живые цветы. Живые цветы, как бы срезанные, да, то есть каждый день они появляются на платформе с живыми цветами, которые являются частью этой униформы. Ну, чтобы приятно нам было. Нам, я имею в виду, пассажир. Ну, да, и вот, Хакусай. И вот, Хакусай, самая знаменитая из его работ, которая, на самом деле, да, относится, как назовем, к 36-ти видам фудзи, вот оно, фудзи у нас здесь, да, волна, которая, благодаря европейскому модерну, то есть, конец 19-го, начало 20-го века, прочно вошла в европейский культурный обиход, и здесь я позволил себе просто напоминание об этом. Вот она, еще один вариант волны, как Хакуси, как Хакусай, а это Иван Билибин, это иллюстрация к сказке о царе Салтане. И это не совпадение, не случайность, нет, просто действительно, модерн в это время под огромным впечатлением японского искусства. И многие художники, да, творческие, заимствуют и перерабатывают. И Билибин конкретно перерабатывает Хакуси, как Хакусайя. Он обращается именно к этой работе, а не, совсем не случайно совпаде. И вот мы идем, да, по Обусе, по этому небольшому японскому, да, городишку, фактически, поселок городского типа, но при этом являющийся для японцев серьезным туристическим центром, потому что, как я читал в своем дневнике, последние годы жизни там провел Кацуси, как Хакусай, да, и его последние работы периода находятся там в местном музее. Походу, просто фиксирую, да, то, что вдруг неожиданно нас оказывается, ну, Марс, Марсом, вот, но кое-что вдруг, безусловно, роднит нас. Вот это, видите, уже осыпающийся, скоро он исчезает, к сожалению, да, это саманный домик, это мазанка японская на самом деле. Ну, или вот такие совсем уж, да, родные приусадебные участки, да, с помидорами на них и так далее. это все Абусеев. Ну, и вдруг ты снова сталкиваешься с Хакусаем, ты еще не дошел до него, но уже сталкиваешься на улицах Абусеев, в прямом смысле, на улицах и в прямом смысле под ногами. Это фото сделано, да, мною сверху вниз. Это канализационный люк, оформленный, да, в такой аналогии тоже волны Хакусаем. Это уж потом я узнал, что вообще люки, да, городские, там, не важно, водосборные, канализационные и так далее, в общем-то, они являются предметом искусства для японцев, что это целое направление, вот, что ежегодно собирается такие съезды дизайнеров и любителей авторского оформления люков, там, выпускаются альбомы по этому поводу, да, с люками и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно, да, вот немножко музейка Кусая, фрагмент, к сожалению, гравюра его под стеклом, поэтому фотографировать-то можно, но все равно там блики и так далее, смысла, в общем-то, большого нет в этом фотографировании. Хорошо. Идем дальше. На обратном, точнее, дальнейшем пути местной электрички, выглядящей как цинковый ящик, но с кондиционером и мягкой лавочкой-сидением, завязался короткий разговор с двумя дамами бальзаковских лет, интересно, есть ли японский аналог. Подружки из Осаки поехали смотреть музей Кусая, а вечер-ночь запланировали провести, как и мы, в горном Нагана ради онсена. Онсена – это прирученные драконы японских недр. Термальные источники, воспитые в фильме барака, благодаря кадрам с обезьянами в холодной снежной ненасти, греющимся в горячих лечебных водах. Сами едва не сварился, пытаясь подожрать обезьянам вечером в нашей гостинице в японском стиле с обязательным здесь онсеном. Но, претерпевшись, не могу не отдать должное живой силе воды, особенно после очередного выматывающего субтропического денька. Стопотол, сошедших в онсене, открывает второе дыхание, словно выпрыгиваешь из своей мокрой лягушачьей кожи, чтобы снова обрести человеческий вид. Любите ли вы онсены, как люблю их я? Можешь сказать, почти каждый японец. Понятно, что, как в каждом японском действии, в омовении в онсене есть своя церемониальная последовательность, как обычно замешанная на железной логике обстоятельств. Ведь непосредственно в бассейне с термальной водой не моются, там кайфуют. Настроение после посещения онсена в горном поселке Юданака в стихах. После онсена шум журчащей воды, молчание сосен, стрекот полночной цикады, горнеподвижность, всплеск из онсена, дающего силы, сливовый напиток, Будда танцует с манки, звезды смеются. Ну, давайте немножко теперь побываем в горном районе Юданак. Итак, сюда тоже постоянно едят японские туристы, но уже за другими ощущениями, не за искусством, а чтобы слиться с природой. И здесь, как раз, в горах Юданака, две таких возможности слияния с природой. Это национальный заповедник, с одной стороны, где на горе бродят между людьми дикие обезьяны. Вот, и поэтому, да, изображение обезьян, так или иначе возникает на улицах этого поселка горного Юданака, как и здесь вот обезьянки, которые держат фонарики, да, подвешенные у крыльца. И горные источники природные, да, с горячей водой, вот с кипятком настоящим, вот так вспоминаешь, правда, уже не Александра Сергеевича, а Петра Петровича Ершова, да, с его коньком-горбунком, как там царь, да, в конце бухгутелы там спарился. Такое, наверное, точно так же, вы знаете, в сцене, вот такое впечатление, что сейчас тебя не сварят и я молодят, если живым остаюсь, да. Ну, и позволю себе небольшую такую, да, приважную сцену нашего жития, ну, ради, как бы, да, передачи этих самых ощущений. итак, мы, да, находимся, ну, сейчас немножко прочту, потом, два дня удалось пожить в Японском, наше временное жилище, рёкан, то есть, гостиница в японском сети. Как правило, это семейный бизнес, передающийся по наследству. Конечно, здесь есть полный современный минимум, кондиционер, телефон, вай-фай интеллигзе, но из всего этого хочется выпрыгнуть и очутиться в той атмосфере старого, послевоенного дома, который сохранил наш рёкан. Когда слева под тобой буддийский храм, справа горы и шум воды, а под ногами плещутся в крохотном прудике огромные мощные карты. Это несложно, как и спать на циновках со статуэткой Будды в изголовье, ходить в Юкатар и менять тапки, уходя и выходя из традиционного японского туалета. Да, это наш гостиницный номер. Вот в такой гостинице старого стиля, так называемая рёкан. То есть, это послевоенное строение, но сохранившее как раз планировку конца 19-го, начала 20-го века с размежными ширами, которые вы здесь видите в этой комнате. То есть, никакой европейской мебели, только циновки на полу, небольшие тут прикроватные какие-то для мелких вещей шкафчики, и в том числе постель тоже, да, свёрнутая в этих шкафчиках, то есть, ты сам достаёшь её на ночь, расстилаешь, ну, по-нашему на полу, да, на этих циновках, вот, и вот так, собственно, ночуешь. Но, зато, действительно, это вот, как будто ты превратился в японца, как ощутил себя японцем и я, вот я в этом гостиничном юката, то есть, это, да, такие аналоги кимоно, гостиничный, ну, как бы мы сказали, гостиничный халат такой, да, вот, ты с себя всё снимаешь, потому что, опять же, климат, как я сказал, как ты в бане всё время, да, поэтому, конечно, когда ты прибавишь гостиницу, с удовольствием снимаешь всю себе верхнюю одежду, да, и в гостинице ходишь вот в таком гостиничном юката, ну, ради что не с зубной щёткой за щекой, не так и не ходили, всё-таки, вот, босиком передвигаешься, потому что циновки, да, как бы, поэтому с чистыми ногами босиком передвигаешься, но, в связи с этим, вот это упоминание, уж простите, да, но какие бытовые подробности не тоже важны, да, на них как раз часто, типа, неудобно говорить и так далее, они тоже характеризуют, да, но в результате вот эта система различных тапок, да, то есть, тапки, собственно, ну, условно говоря, коридорные, потому что в комнате всё равно без тапок ходишь, да, но они там стоят обязательно по числу клиентов в этом номере, и вот, значит, если тебе нужно куда-то дальше по гостинице пройти, ты вступаешь в эти тапки и ходишь по гостинице в этих гостиничных тапках, да, везде, кроме туалета, потому что, когда ты подходишь к туалету, то видишь, что у парового туалета стоят туалетные тапки, и ты выходишь, и ты выходишь из своих, да, гостиничных, но домашних, то есть, из номера тапок в туалетные тапки, да, вот, тогда выходишь, потом, да, тапки оставляешь, еще раз вступаешь в тапки, ну, и дальше, далее, и так далее. Ну, вот это вид, собственно, да, из нашего номера в Рёкане, да, вот это все, собственно, Рёкан, это такой комплекс, вот, жилой, обязательно тоже с внутренним двориком, пусть вот небольшой, здесь искусственный, как раз, кругик, да, с этими огромными, плещущимися карпами. Ну, и это уже дорога, собственно, в заповедник, ну, и вот те самые знаменитые, да, обезьяны, так называемые, снежные обезьяны, здесь для них созданы искусственные водоемы, но из природных источников с горячей водой, ну, и как вы видите, летом тоже они с удовольствием там сидят, причем, да, здесь видно как раз, вот обезьяны, а вот моя жена там фотографирует их, вот, то есть они рядом, там нет, ни клеток, ни загородок, вообще ничего, как бы, да, вот, то ли ты ходишь, как бы, с ними, то ли они ходят, да, с тобой, как бы, да, дикие, да, обезьяны, ну, просто они привыкли, что люди их не обижают, как бы, да, вот, а голодными там никогда не бывает на подобных площадках, потому что там их подкармливают, да, поэтому ничего не выпрашивают, там, ну, естественно, правда, висят таблички, чтобы ничего там из карманов не доставал, яркого, потому что можно просто выхватить ради любопытства, а так они абсолютно, тюймисо существует прекрасно. Ну, и вот так вот выглядит онсен, вот, причем, как раз обычный городской онсен, не гостиничный, на городской онсен, ради интереса мы пошли, то есть, гостиница, стиль Юкан, это обязательно свой онсен в ней есть, обязательно, да, но мы ради интереса прошли в общедоступный городской онсен, ну, то есть, это все равно, что общественная баня, фактически, да, вот, ну, когда я туда вошел, еще там на мужской половине никого не было, потом уже, правда, выходил, зашел какой-то старичок туда, в онсен, да, вот, онсен состоит из двух частей, из мужской и женской части, они разделены вот такой перегородкой, которая, да, до потолка даже не доходит, в этом нет необходимости, как бы, да, вот, и, как я уже сказал, система мытья, она происходит вот здесь, вот тут, шайки, так называемые тазики, да, когда-то у нас тоже были давным-давно подобная система, и здесь, как бы, холодная вода течет, ее можно с горячей, из онсена разбавить, и моется вот здесь, на этом деревянном полу, да, с прорезями, вода с мылом там утекает в свою систему, вот, авансенты, как я уже, да, сказал, туда погружайся, кайфовать, то есть, ты без чистый, вымытый, мыло на тебе уже нет, а вот здесь, ты просто вот так отпариваешь косточки, отпариваешь, да, мышцы свои, вот, но, честно говоря, вот, если в небольшой гостиничный онсент, я так и смог, в конечном итоге, залезть, то есть, здесь температура такая, воды была, что я, вот, в общем, я не смог туда спуститься, да, своим себе точно, но, судя по тому, что старичок пришел, как бы, за мной, то все нормально, японцы, да, привыкшие к этому. Ну, еще, такое, забавный, такой, очень важный момент, нам сказали, что, можно еще зайти, и посмотреть, такие, экспонаты, как бы, да, местные, в местной мэрии, и мы сначала не понимаем, в смысле, как в мэрии, недалеко там показывают, там такой домик, вот, это наша мэрия, как бы, местная, вот, вы туда зайдите, и там, есть, видите, такой залчик, можете посмотреть, ну, и так, ну, мэрия, ну, как-то пропускат, не знаю, да, входная система, что говорит, ничего не говорите, да, вот, ходите, и все, мэрия, это же мэрия, это же для людей, и вот, мы заходим в эту мэрию, она вообще никого, вообще, никакой не пропускной системы, ни охраны, вот, вообще никого, ну, то есть, мы слышим, люди-то там есть, мы слышим, в кабинетах, там, за дверьми, там, голоса и так далее, но за тобой никто не следит, никто не смотрит, никто ничего не спрашивает у тебя, да, вот, а ты ходишь просто, да, по этой мэрии, действительно, нашли мы этот зал, посмотрели там, немножко на старинные, гончарные изделия, как бы, да, посмотрели там, картины некоторые местных мастеров, видимо, висят, вот, обратили внимание, что случайно попали, что там, вот, зашли в какой-то там класс, то есть, там, видимо, курсы какие-то, может, по вечерам еще, да, проходят, в мэрии же, да, для людей, короче говоря, все для людей, вот, что такое Япония, на самом деле, вот, почему мы массово это воспринимаем, ввиду слова. Ну и вот, в связи с этим, только в Японии, вечно спешащий и занятой горожанин способен включиться на незнакомого гайдзина, чтобы провести его к нужному ходу в метро, объяснить систему, помочь оплатить билет. Только здесь старик таксист, готов беспрекословно грузить и выгружать ваш тяжеленный багаж. Только здесь местная местечковая администрация совмещает функции библиотеки, культурного центра, галереи, и везде можно попасть бесплатно и беспрепятственно. Только в Японии борщики в скоростном шинкансе не выполняют свои функции, как солдаты на передовой, да еще и кланяются своему подъезжающему поездку. Примеров бесчетное количество, а главное, везде присутствует готовность прийти на помощь. Резюме очевидно. Учиться, учиться, и еще раз учиться, и непременно у японцев. Марсиане. Они шевелят плавниками, они открывают рот, они не поют песен, бегут вниз головой, прыгают при знакомстве, закрывают один глаз, боятся запаха сыра, спят, свернувшись клубком, и думают, юпитерианец, глазеет на нас, как дурак. 6 августа. Украина. Война. Япония. Безусловно, разговоры об этом с нашей стороны велись не на улице. И поначалу у меня было подозрение, что рядовым японцам абсолютно параллельно, что происходит в Украине, хотя они уже представляют, что это место где-то возле России. Реакция в нескольких вариациях, звучавшая на нашем пути. Стало быть, беседовали мы о нашей ситуации с японскими друзьями, которые так или иначе связаны с Украиной и Россией. Увы, и в Японии, как и в Европе ситуация подается преимущественно через российские источники информации. Это и понятно. Япония в буквальном смысле граничит с Россией. И какая-то часть японцев, если так можно выразиться, российски ориентированная. Правда, ориентация-то разная. Японские словисты в силу профессии, находящиеся под большим деянием российской литературы и культуры, также подвержены классической интеллигентской болезни, выродившейся до уровня сентенции в Асисуале-Алаханке. В данном случае формулировка звучит так. Обе стороны, Россия и Украина, не правы. Но уже скоро Россия и Америка договорятся, и война в Украине закончится. Абзац, троеточие. Есть и другие японцы, которые считают, что Россия окончательно подорвала доверие к себе. Пример Украины показывает, что международное право нарушается, значит, Япония должна позаботиться о боеспособных вооруженных силах. Еще одно троеточие, или, а значит, Украина, война, Япония, в которой война перестает быть для японцев только прошлым, днем бомбы, ядерная бомбардировка, которая отмечается ежегодно. Война призрачно маячит в ближайшем будущем и заставляет действовать согласно старой римской поговорке «Хочешь мира, готовься к войне». Я думал, что завершил эту тему. Но в последний день пребывания в Японии, в городке Бельскиота, мы зашли в небольшой магазинчик, где нас встретили сразу трое, две женщины и мужчина, который задал уже привычный для нас вопрос «Из какой вы страны?». Когда он слышал «Украина», то отреагировал весьма эмоционально. Но и с подобным сталкиваться уже приходилось, подумалось, «Ну, понятно, клиенты из Украины, а были бы из какого-то другого места, так же с напором прозвучало бы «О, Бангладеш!» «О, Китай!»» И все же что-то в поведении хозяина-магазинчика было не так. Наконец, он не выдержал и изложил свои эмоции на доступном уровне английского, сопровождая выразительными жестами. «Украина борется с Россией», «Да», печально подтвердили мы. «Крым – это Украина», воодушевился японец. «Да», посликнули мы в один голос. «Украина должна победить Россию», убежденно заявил японец, эмоционально продемонстрировал техничный нокаут. «Слава Украине», отозвались мы, поняв, что наконец-то встретили японо-бандеровца. А хозяин магазинчика выбежал на улицу, с чувством пожимал нам руки и долго кланялся в стель. 8-9 августа. Итак, Киото. Оказавшись в новом незнакомом месте, возникает искус сравнить его с уже известным тебе. Как правило, ничего хорошего из этого не получается. Новое, оно и есть новое. Но так устроен человек, и я тоже не удержался, сравнивая Киото с его памятниками старины, разбросанными по всему мегаполису, с Петербургом, если учитывать его музейно-дворцовый пригород. Присутствует и соревновательность двух столиц, Токио-Киото, и легкий налет культурного превосходства со стороны киотосцев. И концентрированы толпы туристов со всего мира. Но, вернемся к памятникам. Одни из них более раскручены, как серебряные и золотые храмы, или рюанджи, другие мало посещаемые, как замечательные садки атосского художника начала 20 века. Рядом Гинка-Куджи, серебряный храм, куда валит народ, превращая в селфи познание дзен-гуддизма. И с размаху проскакивает этот самый поэтический дзен, где можно запросто сидеть в чайном домике, созерцая волнную гладь пруда, одинокий цветущий лотос, слушать всплески разноцветных карт. Попытаемся визуализировать эти ощущения. Нет, это не то. Сейчас, секундочку. Да, 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 да. Это оно. Ну, начнем с этой фотографии. Ну, в Японию мы на самом деле тоже прилетели, в том числе, на конгресс словистов, вот, где жена моя принимала участие. Ну, и мы вот здесь, собственно, с японскими словистами здесь, да, на этой фотографии вы видите нас. Ходим мы, ходим и видим знакомое лицо. Ба, Андрей Курков. Вот он перед вами, тоже прилетел в Японию, на тот же конгресс словистов. Вот. Немножко мы с ним поздоровались, пообщались. Вот, Андрей, надо сказать, всегда очень приветный, очень отзывчивый человек, без всякого снабирного, без всякого там задранного носа. Вот, вот такой, такой он на фотографии, такой, во всяком случае, в общении, да, вот он такой. Ну, и вот, собственно, да, это так называемый серебряный храм. Вот, один из, одна из достопримечательностей, достопримечательностей Киота, вот, естественно, вокруг, мы уже знаем, обязательно сад, обязательно, да, текущие там ручейки, там прудики, вот, сверху вид на так называемый серебряный храм. Почему я говорю так называемый серебряный храм? Потому что, на самом деле, он полностью из дерева. И крыша, которую, да, вот специально, да, я покажу сейчас съемку сверху, давайте даже немножко увеличу. тоже, на самом деле, деревянная, да, ну, аналог, приблизительно, наши гонты, так называемые, да, то есть, такие деревянные пластинки, да, как черепица одна на другой. Но при этом храм имеет название серебряного храма, да, ну, вот, такой простой вопрос, да, и возможность, как бы, вот, мне еще раз презент кому-то из вас оставить на память. вот версии, почему называется серебряный храм? Вопрос простой, на самом деле, фотографии перед вами. По цвету, серебряные? Нет, по цвету, соответственно. Да, соответственно, да, старая древесина, она имеет серебристый оттенок, спасибо вам большое. Это ваша часть. А, да, извините, да, спасибо, да. И благодаря этому серебристому оттенку старой гонты, то есть старой деревянной такой крыши, да, храм получил название Серебряный храм. Таковый домик музей Кюрая, выдающийся поэта и друга Басё, который нелегко найти, даже справившись у японцев. Но зато внутри небольшого дворика можно отдохнуть с затянутыми вьющимися растениями беседки и в ритме постукивания бамбукового водосборника сочнить послание Кюраю, опустив листочек с хайпу, специально закрепленный на стене домика кутля. Ну вот так выглядит этот домик Кюрая, второго из знаменитейших поэтов в Японии, да, наряду с Басё, как я вот сейчас вам уже озвучил. прилегающий к усе небольшой садик с деревьями хурмы и у Кюрая тоже стихотворение есть, да, сочно шлёпающиеся на землю хурма. Бамбуковый водосборник, какой себе создающий дзенский характер, потому что, да, постукывание водосборника я сказал. Система бамбукового по сути дела водопровода, то есть берущая начало из природного источника, да, но установлен он так, что водичка постепенно сюда накапливается и когда воды становится много, вот эта часть она опускается, буквально опускается, это делает стук об этот бортик, вода выливается, которая набралась и опять поднимается вверх, пока не наберется водичка и опять и так вот да, ритмично постукывание стук, 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 такой себе, да, дзен. Ну и обязательно, да, или не обязательно, не так сказал, совсем не обязательно, но есть такая возможность, значит, проводится ежегодный такой конкурс стихов написанных вот в этом дворике кюрая, да, то есть в деревянный ящичек просто ты пишешь стихотворение, да, ну там пишешь, если что-то хочешь о себе, вот там специально все там есть, как всегда японцы, если это предусмотрено, все есть, есть вот эти специальные листочки, есть карандашики, да, вот, и ты пишешь стихотворение и этот ящичек как бы опускаешь, а потом в течение года все это собирают, 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 а потом в конечном итоге, да, отбирает специальная комиссия поэтическая и вот как бы лучшие посвящения написанные, да, в дворике кюрая, вот, ну поскольку я, понятно, не собирался участвовать в конкурсе японских поэтов, то я особо-то ничего себе не писал, да, а вот стихотворение написал. Есть просто утерая стихотворение о том, что, да, когда он сам путешествует, сам в роли путешественника и в горы Ясина он двигается и у него там стихотворение обращение к своей шляпе, да, скоро ли мой друг шляпа увидим из собой цветущие горы Ясина? Ну и вот в связи с этим Мий капелюх пришел до твоего гостя Кілька століт між нами не так и важливі Як гра светлой кині Крість листя на цих рядках Ну, давайте немножко новинные вопросы Вопросы? Вопросы? Впереди у меня поспрашивают Японія обошла у нас В каком году Вы там 14-м Сколько по времени? Вопросы? Вопросы? Нет, нет Ну, поскольку я же говорю что да это была конференция словистов вот ну и чуть-чуть чуть-чуть попутешествовали ну в общем это дней 10 я ходу в Японии жена 10 раз уже была в Японии то есть для нее это постоянные более-менее постоянные поездки для япониста и один раз в углу 10 еще кончится имеет устранение русской инфраструктуры в Японии